редактор контента gutenberg итак в этом видео давайте более детально рассмотрим редактор контента gutenberg как я уже говорил вы можете конструировать контент как страниц wordpress так и записей и для тех кто уже знаком с плагинами для wordpress такие как элементар dv page builder полноценные конструкторы сайтов вы должны понимать что на сегодня на сегодняшний день gutenberg это пока не полноценный конструктор страниц просто потому что там нету всех необходимых опций функций так скажем поэтому пока что gutenberg это просто построитель контента целый сайт целую страницу оформить чисто gutenberg на сегодня не получится у вас поэтому если вы как бы рассчитываете одним gutenberg обойтись и построить себе красивый лендинг или еще что то то пока наверное это не получится сделать да конечно есть дополнительные в репозитории плагины которые расширяют именно gutenberg по функционалу тогда да будет возможность такая но у нас в этом курсе я рассматриваю только настройки именно самого wordpress поэтому давайте рассмотрим именно возможности gutenberg я предлагаю начать оформлять главную страницу у меня это статичная страница повесить свою фотографию повесить текст например обо мне да сейчас это просто тренировка вы уже там потом для себя решите как вы будете оформлять там главную страницу давайте перейдем страницы и давайте смотреть сначала элементы управления который нас находится вот здесь в горизонте потом мы с вами рассмотрим правый сайт бар скажем да вот эти колонки плюс для вас уже знаком здесь есть различные плагины для тех или иных действий для контента да там таблицу надо таблица есть сразу готовая ее просто наполнить вставить видео ставить фото вам частично уже это знакомо и при наведении на каждую плитку мы видим предпросмотр в картинке рядом как это выглядит тут достаточно много всяких элементов есть поиск чтобы быстро найти например фото пишу изображение вставить или галерея есть есть еще некие паттерны паттерны это готовы какие-то элементы уже которые вы можете отредактировать под себя далее здесь есть такой некий карандашик в 10 прочитайте что написано на самом деле enter escape вот здесь вот написано у нас то есть enter мы видим можем начать писать блоки escape подсвечиваются вот наши вот эти вот элементы дальше стрелка назад вперед то есть назад это отменить действие скажем мы что-то сделали не так давайте из паттерна что-нибудь вставим например вот и что-то сделали тут или хотим отменить нажимаем на стрелку назад у нас возвращается все на шаг назад я вставил галерею что просто вам показать вот следующая иконка структура здесь показано сколько у нас здесь на странице слов заголовков параграфов блоков из два блока слово одно вот я написал здесь тест это наверное нужно если у вас большая страница чтобы не знаю быстро посмотреть сколько у вас всего чего здесь есть дальше элемент навигация по блокам у нас только галерея вставлена такая возможность сейчас то есть которая добавил отсюда вот она галерея просто я кликнул по плитке она здесь встала у нас на холст то есть получается вот это у нас с вами холст где мы с вами конструируем наш контент то есть фотографии текст видео вы уже догадываетесь вы уже частично умеете этим пользоваться и вот здесь будет целая так понимаю структура навигация по блокам быстрый переход кликнули сразу попали сюда в настройки галереи ну то есть если страница длинная то это будет полезно смотрим в правую часть здесь переключиться на черновик просмотреть то есть просмотр это посмотреть на компьютере планшет это получается мы сразу можем смотреть мобильную версию то есть как это смотрится на мобильном устройстве или предпросмотр в новой вкладке то есть как правило адаптивный мобильный дизайн здесь присутствует то есть у вас будет все адаптивно красиво смотреться на мобильных устройствах дальше обновить это просто применить все изменения на сайте чтобы они вступили в силу далее вот эта шестеренка по клику позволяет отключать вот этот сайт бар чтобы просто посмотреть нашу страницу наш контент чтобы нам не мешал кликнув опять по по шестеренке все это возвращается на место далее здесь есть неприметны такие точки если мы сюда кликнем здесь тоже мы можем сделать какое-то отображение видите например убрать слева наш сайт бар убираем галочки возвращаем например на место также визуальный редактор редактор кода быстро переключиться именно посмотреть как это выглядит кодом но это уже больше для разработчиков подойдет вернуться визуальный редактор инструменты если вы любите частоту опрятность дальше смотрите менеджер блоков можно отключать какие-то элементы просто снимая галочку которым вы точно пользоваться не будете это все вот эти вот плагины gutenberg просто отключаете то чем вы пользоваться не будете ну я обычно как бы все оставляю далее здесь можно посмотреть горячие клавиши кто привык пользоваться клавиатуры то есть вызывать какие-то действия сочетанием горячих клавиш начальная инструкция это то что у нас появляется когда мы только в первый раз зашли в создание страниц или записи это идет подсказки gutenberg как нам как это все работает если мы хотим просмотреть мы можем это просмотреть скопировать все содержимое кликнул у меня все скопировалось например куда-то вставить в другую статью помощь вкладка и вкладка настройки здесь мы тоже решаем в настройках например отключить настройки astro astro наша тема ну здесь лучше на ничего не отключать имеется ввиду вот настройки astro мы сейчас дойдем до этих блоков мы с вами еще их не смотрели то есть смотрите статус видимость это настройки самого wordpress у нас сейчас открыто можно сделать личное только администратор вид и защищенная паролем но это базовые настройки wordpress они были всегда такие защищенные паролем то есть данную страницу ли статью человек не сможет просмотреть если не ведет правильный пароль опубликована дата и автор кто далее постоянные ссылки изображение страницы можно загрузить изображение самой страницы обсуждение разрешить комментарии вы знаете уже да можно скрыть комментарии или разрешить на этой странице атрибуты страницы без родителя это вы уже тоже знаете и настройки astro это уже настройки нашей темы и на самом деле настройки очень полезны например главную страницу я хочу оформить без сайт бара то есть чтобы у нас вот этот колонки здесь не было а на остальных страницах страницах блога я хочу чтобы это все было то есть здесь можно видите сайт бар опции сайт бара левый правый можно выставить и без сайт бар давайте обновим и посмотрим на сайте вот вы видите все работает наша галерея сайт бар отключился и область для контента расширилась и соответственно здесь на другой странице здесь сайт бар у нас есть теперь давайте поговорим как управлять самими плагинами гутенберг то есть вот просто мышкой я кликаю на галерею появляется сверху блока такие элементы причем я выделил только одну картинку давайте ее удалим вот здесь есть три точки здесь есть удалить блок главное это просто заголовок нашей странице мы его также оставляем и как я хочу оформить главную страницу заодно вы тоже научитесь мне нужно разделить на две колонки визуально страницу в одной стороне будет моя фотография в другой будет текст это первый блок я хочу так организовать для этого как это сделать мы нажимаем плюс ищем пишу просто 100 столбцы находим вот такой элемент кликаем по этому элементу здесь у нас есть выбор пополам разделить 30 на 70 70 на 30 но вы сами это видите на три колонки и так далее есть пропустить этот шаг давайте сделаем 50 на 50 теперь мы видим две колонки и в каждой из них есть плюсик по плюсу я могу вызвать гутенберг плагина и добавить какие-то элементы то есть на самом деле здесь все просто нужно просто попробовать поиграться с настройками и у вас все получится но помните что здесь у нас ограниченная возможность у нас нету гибких каких-то настроек например касательно отступов маржины паддинги это если например между блоками какие-то делать тонкие настройки отступов здесь такого нет изображение загрузить с компьютера на компьютере нахожу подходящее изображение загружаю вот так она помещается здесь появляются такие точки синие наводя мышь на них я могу вот так вот увеличивать или уменьшать изображение также вы видите внизу внизу можно добавить текст потом сделать ссылкой жирным наклон и другие параметры также если я выделяю этот блок здесь есть параметры изменить тип или стиль блока вот это мы еще посмотрим это быстрое переключение между положение блока блок наверх блок вниз местами менять изменить выравнивание по центру и другие положения ссылка обрезка есть изображение в общем разные элементы пока мне ничего делать не нужно далее вот здесь вот я например хочу повесить текст обо мне выровняю по центру сделаю жирным далее сюда я хочу поместить текст абзац или смотрите можно выбрать классический редактор тогда вы увидите видите элементы управления для текста то есть я вставляю текст и здесь вы можете выделить текст например поменять цвет тексту также жирность повесить ссылку и так далее то есть вот так примерно у меня получается обновляем фронтальную часть сайта посмотрим вот так начальный блок я хочу чтобы выглядел так обо мне текст моя фотография вот здесь вот главное нам не нужно мешает это слово здесь у нас настройки astra видите есть отключить заголовок обновить давайте посмотрим вот так вот без заголовка уже поинтереснее так что делаем далее я хочу сделать такой блок сейчас мне нужен не столбцы а вот есть такая полезная плитка группа выбираю группа группа может содержать другие столбцы смотрите какие еще есть настройки вот мы вставили плитку группа здесь есть мы же выделили этот блок сейчас кликнув по нему мышкой здесь есть вот блок эти группа блок который группирует другие блоки и вот нам полезно здесь есть настройка цвета причем вот эти вот все настройки есть для каждого элемента фотография для текста но естественно настройки для каждого будут соответствующие например я делаю цвет блока вот такой можно задать градиент то есть от переход от одного оттенка к другому сделать его радиальным и линейным такие типа градиентом если хотите далее я нажимаю по плюсику в центре этого блока и нахожу столбцы здесь я выбираю колонки да надо три и теперь в каждую из колонок я могу вставлять какой-то контент пускай это будет какое-то изображение или можно выбрать из библиотеки дальше по плюсу можно добавить кнопку к примеру текст на кнопки соответственно кнопки вы видите она нас сейчас активно здесь есть различные также управление кнопки стиль кнопки настройка цвета все здесь имеется скругленные края у кнопки настройки ссылки кнопки вот здесь можно ссылку повесить например вот я вставил две фотографии своих курсов в такой блок понятное дело что это еще не готово у нас кликаем мышкой по нашему желтому блоку здесь есть такие опции во всю ширину я добавил третью фотографию здесь конечно смотрится как-то непонятно но на самом деле на сайте смотрится здесь картинки одного размера каждый своей колонки самое главное хотел показать вам что вот желтый блок он по ширине нашего вот этого каркаса а вот этой белой подложки и на самом деле уже дальше настройки вот эта белая подложка она настраивается в самой астре то есть ее можно растянуть во всю ширину браузера после того как вы в теме astra сделайте во всю ширину холст потом вы начнете делать контент через gutenberg здесь просто мне больше нравится здесь такой колонкой сайт выглядит да сзади такой серый фон вы столкнетесь конечно с деревянностью так скажем не гибкостью этого конструктора gutenberg могу сказать что в репозитории можно найти дополнительные плагины которые показываются потом в gutenberg после установки которые позволяют расширить функционал но если будет интересно пишите об этом мне возможно я сделаю дополнительные уроки по расширению возможностей самого gutenberg давайте еще покажу на примере вставки видео с youtube можно просто найти плитку видео ну вот эти видео не подойдут давайте посмотреть все здесь внизу есть вот youtube можно кликнуть вставляем ссылку с youtube вставить но я думаю что ссылку можно вставить напрямую а маленький ролик потому что я вставил его в одну из колонок давайте попробуем просто вот здесь вот вставим ссылку вот например сам wordpress он распознает youtube ролики то есть здесь никаких проблем нет вот ролик с youtube вставил я что я еще хочу сказать по поводу gutenberg а пробуйте здесь просто нужно набить руку доставайте различные плагины отсюда тестируйте здесь самое главное что здесь возможность есть делить на колонки пробуйте разделить на колонки вставляйте пробуйте и создавайте контент то есть как страницы так и получается статьи ваши можно очень симпатично оформить благодаря этому конструктору на этом видео заканчиваю и жду вас следующем видео